всем привет всем участникам нашего сегодняшнего фестиваля и я расскажу о вовлечении детей немножко с другой стороны сегодня было очень много эмоциональных спикеров много эмоциональных выступлений много эмоций по вовлечению да на наших детишек наших детей генеалогию и я расскажу чуть-чуть о другом вот расскажу о детях которые уже стали взрослыми это о поколении сегодняшних студентов сегодняшних студентов уже может к счастью может быть к сожалению эмоциями теми эмоциями до которые много сегодня были озвучены не вовлечь не расшевелить наши взрослые дети уже становятся взрослыми и их интересы уже направлены не в сторону будущего на 100 они с ним сторону прошлого а в сторону будущего и в сторону настоящего и они в этот момент хотят никаких то эмоций до каких-то практических действий практических шагов я в своей деятельности занимаюсь преподавательской деятельностью преподаю в московском автодорожном университете так как я сам строитель сам транспортный строитель то поэтому мой выбор как бы и определен в университете преподаю различные дисциплины которые связаны с управлением проектами и свою цель свое видение как преподавателя вижу рассказать сегодняшним студентам завтрашним руководителям проектов рассказать о многообразии проектной деятельности о том что даже обучаясь в университете автомобильно дорожном перед ними открыты все двери все двери в различных отраслях в различных сферах и двери к различным проектам также им рассказываю о предпринимательской деятельности когда предприниматель может набрать свой портфель проектов да не только проекты какой-то определенной тематике определенной сферы кушечка про которую говорил михаил шевелев пробило время вот так и будучи предпринимателем да свою корзинку в свой портфель проектов будущие организаторы смогут положить не только строительные проекты не только проекты по строительству каких-нибудь транспортной инфраструктуры но и генеалогические проекты как раз про генеалогию и генеалогические проекты и я своим студентам тоже рассказываю начал я знакомить ребят на примере практической работы попросил студентов подготовить мне работу по определенному заданию дал им задание что есть некий родственник у которого намечается юбилей и этому родственнику необходимо сделать по его желанию генеалогический подарок и студентам я предложил такой подарок выбрать и написать план составить график подготовки этого подарка в этом графике предложил ему описать виды работ которые необходимо будет проделать описать сроки и длительность необходимые для этих работ и бюджет все отнеслись к этому сначала так довольно простенько сказали да это очень легко просто вот я им порекомендовал обзвонить генеалогические организации найдя контакты сети интернет и как раз всю эту информацию оформить до через неделю мы встретились и все студенты смотрели на меня с удивленными глазами и когда я им как раз предложил высказать причину этого удивления не сказали что да все были очень удивлены несоответствием своих представлений о генеалогии о подготовке такого подарка и реальности оказалось что ну как вот они мне сами рассказывали что генеалогических подарков просто множество и каждый из этих подарков имеет свою цену и имеет свою длительность и если первоначально все ну все из студентов думали что можно обойтись неделей и затратами где-нибудь тысяч в пятьдесят то по результатам своей аналитической работы за неделю они поняли что размах бюджета и размах срок подготовки может как раз варьироваться от недели до нескольких лет и от как раз там может быть нескольких десятков тысяч до миллионов и миллионов это их на самом деле потрясло и в результате этого потрясения заинтересовало студенты обратились ко мне и попросили рассказать как можно больше про продукты генеалогических проектов генеалогической деятельности и чтобы не просто им об этом рассказывать но и показать как это все выглядит я обзвонил в несколько своих коллег по генеалогической деятельности и коллеги из дома кристиан михаил шевелев екатерина суворова откликнулись и мы провели экскурсию провели экскурсию студентов здесь в офисе организации где студенты во первых смогли поговорить лично с михаилом шевелевым именно как с владельцем организации до расспросили его как что с чего он начинал до почему сделал выбор в сторону генеалогии и далее уже разговор коснуться уже конкретной практики как как управлять генеалогической организации и как управлять генеалогическими проектами с чего все это начинается как все это на самом деле происходит как назначают руководителей проектов как выбирают из персонала до вообще из людей людей которые которые берутся за реализацию этих проектов все это ребятам было очень и очень интересно и многие из них особенно ребята которые еще не не определились да со своим можно сказать таким настоящим будущим еще раз уточню что у меня обучаются магистранты магистратура многие из них студенты уже сделали свой некий настоящий выбор до выбрали где они работают в какой сфере вот но есть ребята которые этот выбор еще делаю да или сделали выбор там ранее но сейчас смотрят куда-то еще и вот как раз эти ребята пришли сюда на практику и в течение нескольких месяцев здесь работали смотрели и к моей радости ну и к радости нашей кафедры социологии управления некоторые из ребят выбрали темой своих выпускную выпускных квалификационных работ выбрали темы как раз которые касаются тема генеалогии например мой студент кирилл ососков он выбрал тему своей работы прямо вам зачитаю сейчас разработка инструментов проектного управления для реализации генеалогических проектов он здесь прошел практику и все увидел своими глазами то о чем мы рассказывали я мои коллеги по университету рассказывали студентам с точки зрения теории до с точки зрения своего экспертного опыта которые есть у каждого из преподавателей вот здесь ребята и кирилл как раз смог посмотреть и смог использовать эти инструменты на практике увидеть как что работает можно ли пользоваться waterfall можно ли пользу использовать agile и другие гибкие инструменты в управлении проектами как собрать команду да как управлять командой вот это все 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 это все описано как раз выпускной квалификационной работе и я думаю что таких квалификационных вк ров до таких дипломов будет все больше и больше можно сказать что до что тематика немножко не касается как бы общего бренда модита отклоняется от тематики такой строительной технической до автомобиль на дорожный но тем не менее и это мое профессиональное мнение что выпускаю выпускник менеджер выпускник будущий руководитель проектов он и будущий предприниматель человек должен обладать такими навыками до которые помогут управлять ему в будущем любыми проектами независимо от какой-то технической специфики потому что мы видим что наше сегодняшнее настоящее наше будущее показывает что человек сталкивается с комплексом с большим с комплексными системами и с комплексом различных различных возможностей различных инициаций разных идей да вот и каждую эту идею можно притворять притворять жизнь начинать реализовывать и что самое главное что вовлекает до студентов в том числе в генеалогическую деятельность зарабатывать на этом деньги и не только зарабатывать деньги но и повышать свой такой профессиональный уровень вот кроме своего университета кроме своих студентов я могу похвалить и университетов студентов других университетов например в нижнем новгороде можно сказать мой коллега вот такой же поисковик как я по истории своей семьи да по истории своего региона нижегородской области никита ноябрьский будучи студентом он сейчас студент молодой парень вот организовал проект волонтерский проект по оцифровке и наборы индексации описей нижегородского архива то есть студент также на практике все свои вот эти проектные подходы всю эту теорию реализовывает можно сказать на своих ногу на кончиках своих пальцев делает реальный живой проект и скорее всего и ну я так предполагаю что дальнейшая деятельность никиты также будет связано с генеалогическими проектами вот и чувствуя его ну энергию его потенциал я уверен что эти проекты будут супер масштабными и помогут другим людям как раз быть пользователями продуктов его проектов и люди будут просто счастливы вот если мы посмотрим какие продукты реализуются генеалогических проектах они могут быть совершенно разными и об их составляющих да вы можете даже например не задумываться например такой вот альманах вот бумажный это тоже продукт и это тоже проект чтобы выпустить чтобы данный продукт реализовался нужно провести огромную огромную организационную работу собрать людей до обеспечить их пониманием того в какие сроки что именно они делают что именно они должны сделать это как раз задача руководителя проекта кроме такой бумажной работы есть продукты и проекты электронные то что мы с вами пользуемся в сети интернет до различные сайты различные порталы различные базы это все есть продукты генеалогических проектов даже если вы сталкиваетесь в сети можно сказать с обычным каким-нибудь экселевским файлом в котором содержится информация база собранная по метрическим книгам или ревизским сказкам какого-нибудь села это тоже проект и это тоже работа и часто работа не только одного человека до генеалогическая сфера она состоит из множества энтузиастов любителей которые работают в одиночку но есть такая пословица один в поле не воин но один в поле воин но когда воинов много работа слажена то вероятность побед и вероятность масштабных побед вероятность масштабных достижений она гораздо гораздо и выше и мы это в нашей как раз ну настоящим мы это видим на примере реализации множества масштабных проектов до в стране и в мире вот как один из проектов могу рассказать из понравившихся мне это госуслуги в турецкой республике в турции и на местных госуслугах есть возможность найти информацию о своих предках то есть можно заглянуть в свой личный кабинет и ты там увидишь по своим прямым линиям информацию о своих родителях дедушках прадедушках и все это можно вся эта информация до начала 19 века доступна тебе либо на экране персонального компьютера либо на экране твоего мобильного телефона очень интересно очень удобно многие из граждан турецкой республики этим пользуются до используют эту возможность но эта возможность не появилась просто так за этой возможностью стоят множество часов множество дней до работы множество людей и за этим множеством и точно также есть руководители продуктов и ру руководитель данного проекта вот каждый каждый из сегодняшних студентов да как раз имеет такую возможность быть таким руководителем проектов стать таким руководителем проектом и реализовать себя дать возможность как раз проявить свои таланты вот в реализации подобных вещей ну и в принципе о чем бы еще будто например как бы если добавить на моих глазах сейчас рождается тоже если рассказать немножечко о себе да расскажу о себе одним из моих таких любимых проектов генеалогической деятельности это является создание генеалогических сообществ песочниц сообществ это чаты либо в фейсбуке либо в телеграме либо в контакте чаты группы в которых люди например по тематическому религию региональному признаку могут найти своих родных найти своих земляков начать с ними общение вот ну и вообще получить генеалогическую помощь вот такие сообщества они под общим названием генеалогии семейная история существуют до в различных социальных сетях и люди там работают и одним из мини проектов которые сделали участники вот подобной такой вот песочницы является проект гена драма я вот вам показывал сейчас вот альманах генеэкспо фото драма да а это цифровой такой мини проект называется гена драма смесь генеалогии и психологии где участники делятся информацией о в данный момент да о мультфильмах на тему генеалогии на тему рода на тему отношений внутри семьи или между семейных между соседских отношений мультики различные есть и там российские если международные и вот они пока сейчас как такая некая копилка в этом чате он так и называется в телеграме генодрама они собираются сообщество небольшое маленькое развивающиеся но по моим представлениям перспективны и что интересно что кроме этого сообщества этого проекта про который я вам рассказал участники вот такой вот нашей генеалогической песочнице делают и другие проекты конечно с точки зрения обывателя можно подумать что это какая-то мелочь до что это какие-то небольшие группы какие-то блогеры неизвестные люди да и все это не интересно но все это не интересно до того момента как к подобным проектам начинается подключаться другие участники и из таких мини до таких микроскопических микроскопической деятельности разрастаются большие и огромные до сообщества на самом деле из нашего вот из нашей песочнице вышло немало таких уже известных генеологов генеалогов которые ведут свои большие сообщества и благодаря своему хобби они уже превратили свою такую дополнительную деятельность в свой основной бизнес и благодаря этому благодаря этому есть возможность рассказывать своим детям о семейной истории о генеалогии не с точки зрения эмоций до не с точки зрения вовлечения в историю семьи ну вот такими способами а вовлечение в историю семьи с практической точки зрения решение практических задач технических задач реализации их например в собственной семье если вспомните был такой эмоциональный проект хочу ргада удаленно вот это было несколько лет назад когда началась эпоха ковида началась эпоха закрытия всего и вся до эпоха карантинов когда было невозможно попасть в тот или иной архив вот то по инициативе как раз архивного дозора появился такой вот флешмоб хочу ргада удаленно и лично я вот в своей семье я тогда вот привлёк к написанию ролика своего воззвания к общественности также вот привлёк своего сына который занимается интересуются операторской съемкой интересуется звукозаписью до звукорежиссуры музыкой вот я его привлёк и он как раз с очень большим интересом снимал меня снимал мои речи обрабатывал эти видеоролики до обрабатывал видео обрабатывал звук и это и есть практичные вовлечения в генеалогическую деятельность вовлечение можно сказать в историю семьи детей помимо того что их можно вот просто на эмоциях на рассказах вовлекать или заставлять я считаю что заставлять детей насильно быть в круговороте до в круговороте истории быть в круговороте семейной истории не то что нельзя но это не не практично практично давать конкретные задания до сейчас мне сын помогает и в индексации например метрических книг ревизских сказок в набивки их специализированных программах вот главное помогает я его не заставляю все это на добровольных началах но это есть я считаю что все это по мелочи вот такой каплей за каплей это все в нем отложится и в дальнейшем пригодится ему и в его деятельности в его проектах и даст свои продукты и результаты в дальнейшем и в дальнейшем до через несколько лет вы будете видеть там не знаю в интернете или на фестивалях не только мое имя но и его имя фамилию и к нему вполне возможно также присоединяться там его друзья и наши родные из семьи вот в принципе это все из моего сегодняшнего такого тоже эмоционального разговора с вами то что я хотел с вами поделиться до поделиться своим взглядом своим мнением